БИС-ТВ Удивили новостью, что для организатора Ассоциации DLP Expert шестая по счету конференция станет последней. Последней под старым названием, ведь представители Ассоциации официально заявили о ее переименовании. Ассоциация решила отныне заниматься не только вопросами предотвращения утечек корпоративной информации, то есть DLP, но и общими вопросами защиты бизнес-информации вообще. В связи с этим было подобрано более соответствующее и более броское название – БИСА, что расшифровывается как Ассоциация безопасности бизнес-информации. Целая стая галстуков-бабочек поджидала тех участников конференции, которые пожелали бы дополнить свой туалет новым символом Ассоциации. Сама же конференция прошла ярко и насыщенно. Приглашенный представитель Минкомсвязи России не явился, но в отведенное ему время Наталья Касперская, глава InfoWatch, представила интересный взгляд на Big Data как будущее защиты корпоративной информации. Доклад Нильса Пульмана, зарубежного эксперта в области ИБ, отразил тренды мобилизации пользователей интернета, диверсификации видов атак, а также нарастающий дефицит компетентных специалистов ИБ в мире. Правовые аспекты защиты информации на предприятии и даже этичность слежки за сотрудниками рассмотрели Михаил Емельянников, Алексей Лукацкий и Павел Гениевский. Свою историю успеха представил Алексей Волков, и зал не замедлил забросать специалиста практика вопросами. Кроме того, проблематику ИБ обсудили на двух секциях, а также на панельной дискуссии с экспертами. В основном конференц-зале не хватало мест для всех пришедших. Как утверждают организаторы, всего явилось почти 500 человек. К счастью, за прямой трансляцией выступлений можно было следить на двух крупных мониторах – в фуршетной зоне и рядом с выставкой. Прямую интернет-трансляцию можно было смотреть не выходя из дома, причем уже с синхронным переводом на выступления иностранца. Своё мнение о DLP Russia 2013 и её темах в приложении к банковскому сектору высказывают в эфире БИС-ТВ представители банковского сообщества. Конференция DLP Russia, она довольно хороша, она уже который год развивается, увеличивается. Здесь хорошие доклады, интересные демо-стенды, можно пообщаться с коллегами и, в принципе, хорошо провести время в компании единомышленников, познакомиться с новыми новостями, с новыми тенденциями отрасли. Это всегда полезно для безопасников. Наталья Касперская очень популярно рассказала о необходимости контролировать потоки информации внутри компании и особенно потоки информации, которая выходит за пределы этой компании. Особенно это актуально для той отрасли, которую представляю я и мой банковский сектор. Для меня вся программа очень интересная, я даже теряюсь между тем, на какой секции присутствовать после обеда. Очень интересно узнать современные, современные даже не методики, а видение современное проблем, которые находятся в области информационной безопасности, особенно которые связаны с виртуализацией бизнеса, с его мобилизацией, если можно так назвать. То есть быстро что называется в тренде. Как раз было любопытно. Опять же, в первую очередь DLP, во вторую очередь то, что касается антивирусных систем. Потому что они сейчас очень часто как раз интегрируются в DLP, ну, взаимодействуют с DLP системами. Ну и систему мониторинга. Интересно вообще, что сейчас предлагают DLP решения в первую очередь, что позволяет отслеживать методики отслеживания и внедрения. Так как, исходя из того, что я знаю, большинство проектов по внедрению DLP решений очень часто заканчиваются ничем. Вкладывается куча денег, потом процесс перетекает, ввел текущий режим. Вроде как-то работает, но реального эффекта я не вижу. Просто у меня много знакомых в области информационно-безопасности практически, кто пытались внутрить, был такой эффект. Привлекает то, что каждый год на DLP привозят каких-нибудь маститых, известных довольно заграничных специалистов. В этом году был эксперт из взаимопонимованного института, в том году, по-моему, был из Фореста, это, по-моему, Гартер был. Могу бы ошибаться, но ребята довольно серьезные аналитики, серьезные эксперты в этой области информационно-безопасности могут посмотреть, как рынок в целом мировой движется, в каком направлении. Это всегда интересно и полезно. И вот один из первых докладов как раз-таки был крайне полезен. Заимствовать западный опыт, хороший западный опыт, это всегда правильно. Не нужно от него отказываться и изобретать этот велосипед, если это уже сделали за нас. Нужно взять все лучшее и создать что-то свое еще более лучшее, чем у них. Я чувствую динамику, что мероприятие развивается. И это, наверное, самое главное, потому что в движении жизни. Также в рамках конференции состоялась пресс-конференция, на которой очередной ежегодный отчет о российском рынке DLP представил Илья Шабанов. По его словам, рынок переживает мощный рост, и по итогам 2013 года он увеличится в полтора раза, до 78 миллионов долларов. В этих условиях даже пассивные игроки рынка сумеют несколько увеличить свои обороты, а продажи компаний-лидеров вырастут на десятки процентов. Руководитель InfoWatch на пресс-конференции выступила с обзором утечек персональных данных в мире, подготовленной на основе публикаций в прессе. Западные компании, в отличие от российских, охотно публикуют подобную информацию, ведь за сокрытие утечек им грозят штрафы. Кроме того, после публикации они могут списать часть средств как последствия инцидента. На вопросы журналистов, кроме того, ответили глава БИСА Рустем Харетдинов и заморский гость Нильс Пульман, выступивший с аналитическими рассуждениями в области информационной безопасности. БИС-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова